Добрый день, коллеги! С вами Гаврилин Олег и краткий курс подводной охоты от компании Гидро. Компания Гидро, привет! Итак, часто люди спрашивают, вот я плаваю, 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 рыбы не вижу, ничего не вижу, а мои более опытные товарищи рыбу берут, хотя они вроде ходят в очках, а я без очков и зрение у меня абсолютное, но я рыбы не вижу. Как так получается, что делать? Здесь надо на самом деле понять одну простую штуку, то, что рыба все-таки существо достаточно послеповатое в силу оптических характеристик воды и в силу вообще особенностей строения зрительного аппарата рыб. Основной орган чувств у рыбы – это ее боковая линия, которая ощущает вибрации, которые, соответственно, могут исходить от подводного охотника и возбуждаться тем, какого рода движения он осуществляет. И здесь надо четко совершенно понимать следующую штуку. Если рыба начинает ощущать непривычные, а в природе все, что непривычно, оно и опасно вибрации, то в этот же момент времени она начнет от вас уходить сразу же. Поэтому для того, чтобы брать рыбу, нужно следующее. Нужно либо подныривать и ложиться на дно, и лежать там в неподвижности, в тотальной, ожидая, пока рыба успокоится и к вам подойдет, либо двигаться таким образом, чтобы рыба не воспринимала вас как хищника. Как движется хищник? Как правило, хищник движется быстро, нервно. Такие движения – бах, ружье туда, голова сюда и так далее. Поэтому не ведите себя как хищник. Постарайтесь перейти из какого-то алчного такого охотничьего режима в режим более созерцательный. То есть повороты головой максимально плавные, дыхание максимально плавное, без скрипов, без напряжения в шее и так далее. Движения ластами широкие, частота низкая, амплитуда высокая. Тогда, соответственно, порождая наименьшее возможное количество вибраций, вы, тем не менее, сможете достаточно хорошо двигаться. Никаких на вас не должно быть звенящих каких-то предметов, какие-то карабинчики, еще чего-то. Все должно быть предельно звукоизолировано. И, соответственно, если вы будете двигаться максимально плавно и порождать как можно меньше вибраций, вы увидите, насколько больше рыбы станет на вас выходить. Приведу простой пример. Наверняка многие из вас обращали внимание на следующий парадокс. Мы выходим на берег, мы полны сил, мы отдохнувшие, мы алчные, мы азартные. Идем на охоту, мы плывем, все, сил много, торопимся и так далее, рыбы нет. Все, прошло 4-5 часов, мы устали предельно, все, ружье разряжено, взгляд потух. И мы медленно-медленно плывем на берег, бах, вышла одна крупная рыба, вторая, третья и так далее. Мы начинаем чертыхаться и говорить, вот же закон подлости, срочно заряжаем ружье, переходим опять в охотничий режим, бах, рыбы нет. Вот и все, такая простая мысль, просто подумайте над ней и дайте ей настояться. С вами был Олег Гаврилин и компания Гидро.